Два способа. Сегодня я вам дам проверенных, как заработать на Сбербанке. Но прежде чем я расскажу про эти способы, есть несколько моментов, про которые я хотел бы сказать. Первый момент. Вы часто мне говорите про Сбербанк. Почему я якобы пиарю Сбербанк? Мне он, скорее всего, платит деньги. На Сбербанк мне ничего не платит. Но если бы он мне платил, заключил какие-нибудь рекламные контракты, я бы, честно сказать, не отказался. Дело в том, что Сбербанк это популярный бренд и в первую очередь ищет именно Сбербанк. Он занимается монополией. Банк есть в любом регионе, даже в самой глуши. Даже сейчас они уже в Крым идут. Там будет, наверное, монополия. Поэтому я использую просто раскрученный популярный бренд. И за счет этого я, честно признаюсь, вам раскрутил YouTube-канал. Скажите честно, даже напишите в комментариях, кто меня нашел и мои видео за счет того, что вы искали именно Сбербанк. Многие как раз-таки открывали брокерский счет, инструкции по Сбербанку-инвестору, как он работает именно за счет моих роликов. И вот к этому мы и приходим. То, что за счет Сбербанка я продвигаю свои социальные сети. Это нормально. Второй момент, который я хотел бы обсудить, это то, что вы часто говорите, вот Сбербанк обдирает, тому подобное население. Друзья, обдирают людей, тех, которые неграмотные, не читают договоры и не изучают ничего. Сейчас, благо, есть онлайн. Пожалуйста, заходи. Изучай любые банковские продукты. Изучай, как они работают. Не доверяй менеджерам банков, сотрудникам. Про это у меня будет еще отдельное видео. Все зависит от вас. Далее дурят. Дирать на самом деле везде даже ваш сосед может вас же обдурить. Ну, не только это в Сбербанке. Каждый хочет на ком-то заработать. Жизнь только в сторону, что кто-то на ком-то всегда зарабатывает. Еще раз говорю, если вы будете финансово грамотный, то никаких таких проблем не будет. И отсюда делают вывод, а кто вам лично не дает зарабатывать на всех этих вещах. Сбербанка зарабатывает на других людей, на безрамотности. Кто вам не дает быть в этой доле и получать от этого тоже свой процент. Об этом как раз таки мы в этом видео поговорим. Это как раз таки будет один из способов, как заработать. Это некий такой спойлер, который я вам закидываю наперед. Надеюсь, вы уже догадались, о чем идет речь. Обернитесь вокруг и посмотрите. Возможно, вы также на ком-то зарабатываете. Даже считаете это нормальным. Третий момент, который я хотел сказать в этом видео. Это видео будет для новичков. Я понимаю, что на моем канале уже более-менее профессиональная аудитория, которая финансово подкована, занимается инвестициями, но и также приходят различные новички. И возможно, данное видео им будет полезно. Изучая вообще, что люди ищут, я решил записать данное видео, потому что оно действительно может помочь набрать не просмотров, а новую аудиторию. Потому что Сбербанк, как правило, ищет в первую очередь. Бывайте сейчас на чем? Со способов заработка на Сбербанк. И также я вам расскажу, как мне удалось заработать 8000 на Сбербанке. Ну и также, друзья, не забываем про мой телеграм-канал. Я постоянно его в последнее время пиарю. Не просто так, потому что диверсификация наша все. YouTube могут заблокировать, плюс я там показываю свои сделки, какие я активы покупаю. Здесь я это, если показываю, то в рамках своей рубрики раз в месяц, а там я сразу в режиме реального времени только купил. Некоторые сделки сразу же выложил. Я думаю, даже большинство, да, хотело бы зарабатывать за счет крупной компании, которая действительно пылесосит деньги вообще по всей стране. Тем более, это финансовый сектор, у которого является продуктом деньги. Деньги, они всегда будут востребованы, плюс оплачиваются квитанции, получаются пенсии, но много чего, да. И все это через наш Сбербанк. И значит, давайте поговорим сейчас о двух способах, за счет которых мы можем заработать на таком гиганте, да, гегемонии, как наш зеленый большой банк. Итак, значит, первый способ, как ни странно, я думаю, про этот способ все знали, это, конечно же, депозиты. Мы можем дать свои деньги взаймы банку. Банк уже будет распоряжаться грамотно, раздавать кредиты, возможно, покупать какие-то инструменты, зарабатывать больше, чем нам дает, соответственно, выплачивать с этой разницей нам процент. Многие используют данный инструмент, хотя есть такие люди, которые мне в комментариях писали, что я не доверяю банкам, лучше держать наличку и тому подобное. То есть люди готовы получать отрицательную стоимость в своих денег, но зато они не понесут в этот зеленый банк, ну или даже в другой банк Сбербанк. Да, немножко жадный процент, он ниже других банков, но из-за того, что он занимает монопольное положение и он стабильный. Когда вот кризис этот лупанул, большинство, видите, банки там поступили не очень, Сбербанк, по крайней мере, даже перевел активы инвесторов, верно, валюту не ввел, комиссии, довольно-таки плохо себя показал, несмотря на вот эти моменты. Люди, которые дают деньги в долг, Сбербанк хотелось бы побольше. Хотя, честно скажу, сейчас тоже неплохие проценты, уже даже по 9 процентов раньше Сбербанк давал гораздо хуже, чем сейчас. Сейчас даже уже ближе к ключевой ставке и даже чуть выше он дает. Такой уж он и жадный. Об этом я обо всем рассказывал. Вот такой вот один из вариантов. Сейчас мы поговорим о втором способе. Данный способ мне в конце мая месяца принес 8 тысяч рублей. Второй вариант, это, конечно же, покупать акции компании Сбербанка, покупать доли, быть акционером Сбербанка. И вот представьте, если вы будете акционером Сбербанка, вы будете зарабатывать часть тех денег, которые Сбербанк пылесосит, как вы говорите, с неграмотных граждан и со всех подряд. Покупая акции, на вас будут работать все сотрудники, директора, они будут зарабатывать прибыль. И частичку с этой прибыли, в зависимости, как у вас пакет акций вы будете получать. Кто вам мешает, ваши негативные установки про Сбербанк превратить так, чтобы эти негативные установки пополняли ваш карман. Я думаю, никто вам в этом не мешает. Вы можете купить акции Сбербанка. Для того, чтобы купить, нужно открыть брокерский счет. Я еще в 2016 году хотел купить акции Сбербанка, но не знал, как это сделать. Я уже тогда понимал силу Сбербанка. Звонил в техническую поддержку. Я думал, что как-то они продаются в отделении Сбербанка. Я тогда еще ничего не понимал. Потом мне сказали, что она продается на бирже. Звонил в биржу. И там сказали, что нужен брокерский счет. Я, короче, так и не понял, как это все сделать. Но потом, когда это все начали пиарить, я уже открыл брокерский счет. И, кстати, одна из первых бумаг, по-моему, даже первая, надо посмотреть свою историю. По портфелю, как раз таки, наверное, и была Сбербанка. Какие еще плюсы в покупке акций? Мы получаем регулярные дивиденды. В этом году Сбербанк заплатит рекордные дивиденды. Он хорошо попылесосил, как говорится, народ. Как вы говорите, выплатят хорошие дивиденды. В следующем году, скорее всего, дивиденды будут не хуже, потому что он уже заработал за первый квартал этого года, на 2023-го, 470 миллиардов рублей. Представьте, какие колоссальные деньги. На акции еще можно вторым способом заработать. Это на росте. Сбербанк буквально полгода назад, чуть больше, стоил 100-120 рублей. Сейчас он уже 230 рублей. Он сделал X2, даже больше, чем X2. Вот такой вот есть у нас второй способ, как заработать на Сбербанке и использовать монополию Сбербанка на наше благо. Давайте теперь поговорим о рисках этих способов. Нужно понимать то, что это же у нас идет инвестиция. В первом случае мы даем деньги в долгу банку по пользователю. Второе, это мы покупаем долю капитали бизнеса и имеем процент от прибыли банка, который он распределяет. В первом случае, если у нас депозит, это более консервативный, стабильный инструмент. В нем есть страховка до миллиона 400 рублей. Ну и плюс нужно понимать то, что со Сбербанком вряд ли что будет. Там что-то в районе, по-моему, 6 триллионов. У него только был чистый капитал, по-моему, вот они раскрывали. И он растет из года в год. Сам даже по себе банк оценен сейчас не так уж. И дорого. Понятное дело, что уже оценка подросла банка, в отличие от 2022 года. Но все же, здесь стабильные проценты, но они у нас, как правило, маленькие. Но какие-никакие они есть. И нужно просто зайти, открыть, посмотреть, какие у нас есть варианты. Даже сейчас есть накопительные счета, выгодные не только вклады. Второй у нас способ инвестиций в акции. Это более агрессивный способ. Здесь можно действительно потерять деньги. И здесь не гарантированы дивиденды. И здесь не гарантирован рост акций. Нужно изучить, что это за инструмент, прежде чем пробовать данный способ, чтобы использовать Сбербанк для своего заработка и пополнения своего кармана. Поэтому здесь я рассказывать долго не буду. Просто, если вы еще не подписаны на мой канал, подписывайтесь. Много информации вы узнаете. И третий способ, кстати, про который я забыл, уже записал видео, потом только вспомнил, как можно заработать на Сбербанке. Это, конечно же, купить облигации от Сбербанка. Покупая облигации, мы даем деньги взаим Сбербанку. Ну и он нам выплачивает проценты в виде купонов. Вот, смотрите, зашел на биржу, приложение Сбербанк Инвестор. Вот, вел Сбербанк, выбрал облигации. Видите, здесь куча облигаций. Если выберем какую-нибудь облигацию, да, здесь вот видите, размер купона 27 рублей. Вот, когда дата выплата, дата погашения, накопленный купон и доход. Здесь я подробно не буду останавливаться на том, что такое облигация. У меня есть уже несколько видео, и будет полноценное видео, где мы поговорим вообще, как заработать на облигациях, что это за инструмент. В этом видео я просто напоминаю то, что есть у нас третий способ, как заработать у нас на Сбербанке. Это купить его облигации. Облигации тоже имеют свои риски. Они, так же, как и акции, могут просаживаться, могут объявить дефолт. Все можете потерять по облигациям, так же, как и по акциям. Компания может обанкротиться, и все. Еще раз говорю, вы должны эти инструменты, в том числе акции, облигации, депозиты, вы должны изучить отдельно и понять вообще, как работают эти инструменты, прежде чем в них инвестировать и принимать какое-то решение. Я здесь всего лишь даю варианты, которые есть. А уже вы должны сами выбрать варианты. Я, например, облигации Сбербанка не держу. У меня только вклады, накопительные счета и акции. Я предпочитаю покупать облигации государственные. У меня есть акции Сбербанка, и я планирую увеличивать количество пакетов. На сегодняшний момент у меня 380 акций на момент записи этого видео. Хочу в будущем нарастить до 1000 акций. Будем по чуть-чуть капливать акции Сбербанка. Сбербанк неплохо себя показывает. Не просто так же вы жалуетесь, значит, очень хорошо там работает менеджер. Так вот, я не против, чтобы эти менеджеры, сотрудники работали на меня и на мой карман. Также дивиденды Сбербанка, они исторически, кстати, росли. Это, опять же, подтверждает то, что банк работает эффективно и собирает деньги довольно-таки эффективно. Поэтому я считаю, что я должен иметь долю в такой компании, которая будет пополнять мой карман ежегодно. Будь то депозиты, пусть это немного, и будь то дивиденды от акций. Ну и плюс еще будет прирастать капитал за счет роста акций. Скорее всего, они будут расти, если банк будет показывать такие результаты. Ставь лайк, надеюсь, данное видео было полезно. В первую очередь, это было видео еще для новичков. Пишите свои вопросы в комментариях. Пишите, зарабатываете ли вы на Сбербанке за счет таких способов, которые я рассказала здесь. Можете поделиться данным видео с своими друзьями, оно может быть им полезно. Ну а с вами в связи был я, Окин Евгений, начинающий инвестор. Всем пока, скоро увидимся. Забывайте подписываться в мой канал, ссылка в описании в первом закрепленном комментарии. Там я чаще пишу новости про финансы, инвестиции, но и также показываю свои сделки, какие активы я покупал. Субтитры сделал DimaTorzok